Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну что же, череда трагических, жестоких событий в Москве, да и не только в Москве, в России. События с детьми. И самое печальное, что женщины, женщины нападают на детей и, ну, как бы даже пытаются их убить. События в Москве сегодня. В Москве, в Чертаново, мать выбросила дочку с 11 этажа. Девочка с тяжелейшими травмами осталась жива. С 11 этажа, представляете, какая это высота. Выбросила из окна квартиры, из кухни. Женщина молодая, 26 лет. Ну, объясняется, как бы, расставание с мужем. И вот это вот. Скажите, ну, конечно, психиатрия. Наверное, не сдержанная, гнев, все остальное. Нет, друзья мои. Конечно, бесы, сущности подталкивают вот этих людей. И это не единичный случай. В Хабаровске 5 ноября, тоже вот совсем, четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на 8 этаже. И скончалась на месте. Вроде как, никто не виноват. Только бабуля открыла окна и вышла из квартиры. Может быть, кроватку подвинула, стульчик, чтобы специально. То есть, может быть, приступ гнева, а может быть, спланированно. Что вроде осенью, когда окна должны быть закрыты, окно оказалось открыто, девочка выпала с 8 этажа. В Москве воспитательница избила четырехлетнюю девочку в детском саду до сотрясения мозга. 7 ноября. Ударял по голове несколько раз в висок, потому что, так сказать, бегал и не слушался. А, это был мальчик. Да, извините, мальчик. Пострадавшего госпитализировали. То есть, прямо избила конкретно маленького мальчика по голове. В Башкортостане воспитательница детского сада избила ребенка во время тихого часа. У воспитательницы произошел конфликт с коллегой, после чего она сорвалась на четырехлетнюю девочку, которая не могла уснуть. Избила четырехлетнего ребенка прямо в кровати. Это вот все буквально, друзья мои, за эту неделю. Ну, скажете, да, там коридор затмений, бесы. Да, друзья мои, сущности. Сущности, которые подталкивают людей гневливых, не сдержанных, подверженных пьянству, каким-то грехам. Да, говорят в нужный момент, сделай это. И эти люди нападают на детей. На самых беззащитных, на своих детей, на детей, которым их доверили. Потому что воспитатели, понятное дело, все-таки люди должны быть стрессоустойчивыми. И дойти до того, что начать избивать ребенка, ну, не просто шлепнуть. Да, шлепают они все время, да, и безнаказанно. А вот именно избить, чтобы были следы. Хотя понимают, что будет разбирательство, жесткое разбирательство. Даже воспитатели понимают, что если ребенок придет с синяками, то надо будет объясняться. Но нет. Просто выключается что-то в голове. Быть хозяином своего разума, своего тела. Сколько раз вы за собой наблюдаете, впадаете ли вы в гнев. Можете ли вы в приступе гнева броситься на кого-то. Ну, или, к примеру, начать говорить такие вещи, которые вы в обычном состоянии не говорили бы. Ну, если вы выпиваете, да, то есть, вот, контролируете ли вы этот процесс. Просто алкоголь, к примеру, вас веселит. Или в какой-то момент вы теряете разум и делаете то, о чем потом вам становится стыдно. Это означает, что вы на примете, на карандаше у бесов. И они могут найти возможность. Когда-то вы чуть-чуть больше выпили, чуть больше стресс, да, какие-то события. И вы уже, как говорится, себе не хозяин. И после этого вы можете попасть в тюрьму. И бесы будут наслаждаться еще и вашими страданиями и унижениями. Все, драгоценные мои. Сложное время. Сложное время. И вот дети-то беззащитны перед этими нападениями, отдавая ребенка в детский сад, да, там, пытаясь, там, к примеру, соседке, да, присмотрите за ребенком. Уверены вы, что эти люди не воспользуются этим, чтобы погубить. Ну, даже не они сами, а кто-то, да, кто-то внутренний такой демон, который до времени спит, а потом просыпается и дает команду фас. Заметьте, подчас самые, вроде, люди миролюбивые совершают жесточайшие преступления, когда вот их подталкивает вот эта, как бы, беззащитность жертвы, что они могут сделать все, что угодно. Вот эта вот власть над чужой жизнью. И этим гордыней, гневливостью, грехами пользуются бесы. И губят, и, так сказать, душу невинную, и, в том числе, и того, кто это делает. Поэтому, друзья мои, а страховка от этого действительно быть хозяином своей энергетики, работать над собой, чтобы никто не был хозяином ни в вашей голове, ни в вашем теле. Все, драгоценные мои, пока, счастливо.